МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 7 февраля 1832 года Николай Лобачевский представил публике свой первый труд о неевклидовой геометрии. 7 февраля 1847 года в России была проведена первая операция с использованием эфирной анестезии. Доктор Иноземцев сделал это спустя буквально несколько месяцев после такой же операции в США. 7 февраля 1920 года под Иркутском расстрелян верховный правитель России адмирал Колчак. 7 февраля 1924 года установлены гипотношения между СССР и Италией. В этот день 7 февраля родились Владимир Маковский, художник-передвижник. Петр Струве, русский экономист и философ, вдохновитель знаменитого сборника статей ВЕХИ. Олег Антонов, советский авиаконструктор. Олег Антонов Олег Антонов – имя известное не только в отечественных авиационных кругах. Мировую известность он получил в 1965 году на самом крупном авиасалоне Европы в Лебурже. Утром 19 июня при большом стечении народа там приземлился гигантский самолет Антей, пройдя пред тем над аэропортом на малой высоте. После салона профильные издания мира запестрели восторженными заметками. Это безусловно сенсация номер один, перед которой остальные экспонаты бледнеют. Или вот тайное создание самолета Антей и его неожиданное прибытие на выставку доказывает нам также, что в СССР техника сочетается с острым чувством рекламы. Для 59-летнего конструктора это был один из самых запоминающихся моментов жизни и карьеры. Путь к нему он начал еще в детстве. По семейной легенде, родословную Антоновы ведут от 1760 года, когда русские войска заняли Берлин и подобрали на улице мальчика, называвшегося Антоном. А прадед авиаконструктора управлял несколькими уральскими заводами и дружил с декабристом Рылеевым. В детстве Олег Антонов усидчивостью не отличался, был альпинистом, занимался конным спортом и фехтованием. Ранее юность его прошла в Саратове, в городке довольно глухом. Развлекали юного Олега рассказы двоюродного брата студента, приезжавшего в гости из Москвы. Он и заранил в нем тягу к небу. Родители увлечения всерьез не воспринимали. И только бабушка все поняла. Вспоминал много лет спустя именитый конструктор. Подарила мне модель аэроплана с резиномотором. Тоненькие палочки, ниточки, бумага. Сначала мне было приятно ее рассматривать и запускать, а дальше я уже стал строить модели сам. Первый планер он собрал в 18 лет в Саратове, в кружке планеристов, основанном им же. В 1925 году Антонов поступил в Ленинградский политехнический институт на факультет кораблестроения со специализацией гидроавиации. И уже в какие-то 27 лет он стал главным конструктором планерного завода в столице. Первое время он трудился в перестроенном винном погребе, пока строилось здание Тушинского завода. Соседом по производству был Сергей Королев. Первая волна репрессий унесла руководство завода. Олег отделался увольнением. Его тут же подхватил уже знаменитый авиаконструктор Александр Якоблев. И вот с этого началась самолетная эпоха в карьере Антонова. Спустя 7 лет работы он возглавил филиал КБ Яковлева в Новосибирске. Теперь ответственность за коллектив и результаты была полностью на нем. А весь коллектив состоял из первого послевоенного выпуска Новосибирского университета. Полуголодных и неопытных юнцов. Такие и поднимали страну из разрухи. Всего через полтора года в воздух поднялся первый образец Ан-2, известный в народе как кукурузин. Сотни экземпляров летают до сих пор. К началу 50-х Антонов перебрался в Киев и вместе со всем КБ. Город Антонову понравился. Вот здесь я мечтаю остаться до конца жизни. Так и вышло. Чисоюзную известность он получил здесь. В Киеве он сконструировал легенды отечественной и мировой авиации. Антейль, вызвавший восторги во Франции, и его более совершенный наследник Ан-124 Руслан. Пассажирской авиацией он занимался немного. Особенно после первой катастрофы Ан-10 в 59-м году. Конструктор признавался, что после этого не раз просыпался в холодном поту. Транспортную авиацию России и СССР сложно представить без Антонова и его гигантов. На закате жизни в конце 70-х, одолеваемый хроническим туберкулезом, он продолжал работу в КБ и обучал новых специалистов. Умер в 1984 году. Похоронен с почестями как народный герой, которым, собственно, он и был. Киевское КБ в том же году стало КБ имени Антонова.